Среда 13 июля ставит свой автограф на нашем канале. Я Артемий Заварзин, всех приветствую. И вот главное, о чем говорим вместе с коллегами. В Ямало-Ненецкий округ отправились студенты Поморья. Им предстоит участвовать в большой стройке. 20 лет на связи. Телебашня, что на въезде в Архангельск, сегодня перешагнула новый рубеж истории. Какие планы по развитию? Акция «Стоп-мошинник» продолжается в регионе. И, увы, поводы для этого есть. Услышим очередную шоковую историю. Если для высоких скоростей ты дорос, то прямая дорога на Вельский мотокросс. Увидим, как прошли соревнования спустя два года затишья. Новые эпизоды в деле экс-главы Красноборского района Владимира Рудакова. Его задержали в апреле по подозрению в получении взятки. Теперь добавились еще и статьи о присвоении денег с использованием служебного положения. Как выяснило следствие, муниципальное образование в 2020 году получило субсидию в размере более 38 миллионов рублей для выплаты гражданам в счет изымаемого у них аварийного жилья. Рудаков через подставных лиц организовал предварительную эффективную куплю-продажу одной из квартир по завышенной цене. Затем дал подчиненному указание о необходимости изъятия в собственность муниципалитета квартиры по цене, позволяющей компенсировать собственнику расходы на приобретение жилья. Вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, причинив муниципалитету ущерб на сумму более полумиллиона рублей. Расследование продолжается. 7 миллионов рублей от города, почти 3 от области. Большой ремонт идет в 20-й школе Архангельска. Ее называют уникальной и речь даже не про образовательные стандарты. Все расскажет мой коллега Алексей Макеев. В школе в этом году 40 лет и таких в Архангельске больше нет, поскольку построена она по индивидуальному проекту и в свое время была самой большой в городе. Количество учеников постоянно растет. Еще 5 лет назад здесь было 33 класса, в этом году уже 44. В том числе 8 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего более тысячи человек. В этом году мы выделили из городского бюджета свыше 7 миллионов рублей на выполнение определенных ремонтных работ. Это помещение классов начальной школы, крыльцо, еще отдельные работы. Ну и также нас поддержало правительство Архангельской области, выделило на эту школу еще 2,5 миллиона рублей для закупки необходимого оборудования и методических учебных материалов. Работы ведут по трем направлениям. Уже заменили 62 окна в учебных классах, идет капитальный ремонт второго по значимости входа в начальную школу и косметика восьми кабинетов младших классов. В нашем городе такую школу больше не найдете. Всегда есть что ремонтировать. В нашей школе порядка 500 окон. Представляете, что такое 500 окон? Мы ремонтируем, меняем, 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 и они не заканчиваются. Поэтому в этом году мы закрываем полностью учебные кабинеты, и слава богу, наконец-то. Но у нас остаются лестничные пролеты, у нас остаются коридоры. Это тоже много. Для продолжения ремонта школа в 2023 году получит дополнительные 13,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Отметим, что 20-я – не единственная, где ведутся масштабные ремонты. Это 23-я имени Пушкина, это 21-я школа, это 82-я и это 77-я школа. Ну и это такие, если говорить про крупные действительно капитальные ремонты, но есть и такие небольшие ремонты, которые мы проводим в каждой школе, выделяя на это средства городского бюджета. В этом году в первый класс только в этой школе ждут 120 первоклашек. Текущие ремонты завершат заранее 15 августа. Да и в целом по городу никаких задержек в плановой подготовке к началу учебного года не наблюдается. Алексей Макеев, Денис Ленчевский, Регион 29. В новом году по региональному госзаказу на обучение планируется принять почти 7 тысяч человек. Речь идет о подготовке квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена, в которых нуждаются экономика и предприятия. Региональный заказ на подготовку квалифицированных рабочих и служащих специалистов среднего звена. Это ответ на запросы, которые есть в экономике, на рынке труда и на предприятиях. Госзаказ, сформированный на следующий год, согласован со всеми органами исполнительной власти и потенциальными работодателями. С учетом всех факторов на обучение планируется принять 6 849 человек. По каким-то профессиям у нас идет увеличение регионального заказа, по каким-то идет уменьшение. Мы берем, анализируем контрольные цифры приема, их выполнение и самое главное дальнейшее трудоустройство выпускников, насколько они востребованы на рынке труда. Региональный заказ утвержден на заседании правительства области. При этом отмечено, что показатель трудоустройства выпускников 2021 года составил 65%, и это на 20% больше, чем в 2020. С учетом нынешней экономической ситуации идет увеличение регионального госзаказа на эти профессии, экономические и медицинские специальности. Основные партнеры работодателей – это предприятия военно-промышленного и лесного комплексов. По мнению председателя правительства области Алексея Алсуфьева, в подготовке квалифицированных кадров должны быть заинтересованы прежде всего руководители городов, районов и округов. Мы видели, какие у нас контрольные цифры приемов, в том числе и как они исполняются и по профилям образования высшего образования, там, где и бюджетные у нас специальности, там, где у нас специальности по отраслям машиностроения, транспорт, энергетика, опять-таки, те, которые сегодня востребованы. На самом деле, большие проценты в нашем валовом региональном продукте эти отрасли промышленности занимают. Поэтому и потенциал соответствующий. А как мы будем готовить сюда, значит, среднее звено и основные востребованные специальности этого уровня, так от этого будет, как говорится, и меняться наш валовый региональный продукт. По региональному заказу 3 180 человек будут обучаться по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Остальные по программам подготовки специалистов среднего звена. Дарья Евграфова, Артемий Заварзин, Регион 29. Из Архангельска в Ямало-Ненецкий автономный округ отправились студенческие строительные отряды Поморья. Там им предстоит работа на Всероссийской стройке. Подробности расскажет Виктория Воронцова. Всероссийская стройка в Баваненково давно стала объектом федерального значения. Начиная с 2011 года туда отправляются студенческие отряды из всех регионов страны. Наш не стал исключением. Заработать деньги и провести время в компании единомышленников из Архангельска отправились 45 студентов. У нас отправляются три отряда. Это студенческий строительный отряд «Медведь» из Северно-Артического федерального университета, студенческий строительный отряд «Импульс» из города Севердинска филиала «Саху», и студенческий строительный отряд «Драйвер» из города Архангельска колледжа телекоммуникации. В Баваненково ребят ждет серьезный график работы. Шесть дней в неделю они будут строить и облагораживать Баваненковское нефтегазоконденсатное месторождение. Для трех студентов это уже не первая целина. Мы едем работать, общаться и получать хорошее впечатление. В прошлом году мы тоже ездили на всероссийскую стройку. Это был город Димитровград, Ульяновская область. Было весело, как всегда. Много теплых впечатлений. Отлично провели время. Всероссийская стройка – это не просто поездка на заработки. Это еще и соревнование, в котором участвуют ребята из всех регионов страны. Команда, признанная лучшей, получит победное знамя. Отряд входит в историю. И потом просто вас будет знать практически все движение стройотрядов. Вернуться в поморье стройотряды только через два месяца. Виктория Воронцова, Александр Кузнецов, регион 29. Если не спасли, то точно предостерегли. Охранники одного из торговых центров помогли Архангелогородке не потерять все сбережения. Мошенники буквально приковали ее к банкомату и по телефону гипнотизировали, убеждая перевести деньги на безопасный счет. Итог – потеря 200 тысяч рублей. Но, как говорят правоохранители, все могло быть гораздо плачевнее. Увы, но такую картину последние годы можно наблюдать часто. Человек у банкомата судорожно перебирает наличности и, общаясь по телефону, четко следует указаниям звонящего. В этот раз на связи с мошенниками была Татьяна Васильевна. С ее счета якобы был совершен перевод денег. Кто-то знает мои данные все, не только имя, фамилию, а все. Все. Говорит, и серия паспорта, и СНИЛС, и говорит, все. Говорит, это с коми республики перевели у вас деньги. Звонившие убедили женщину обналичить имеющиеся сбережения и перевести на специально созданные для нее безопасные счета. И обязательно все это делать тайно, не сообщать даже близким. Но бдительность сотрудников службы охраны торгового центра, где стоит банкомат, помогла. Смотрю, женщина переводит, разговаривает прямо по номеру телефона, и говорят номер телефона, она вводит номер телефона и переводит. Просто увидел, что сумма 44 тысячи. Ну, подумал, что, может быть, это мошенники. Вела себя она, конечно, очень подозрительно, как будто как вот загипнотизирована. Но принял решение, что надо все-таки позвонить сотрудникам полиции. Несмотря на то, что охранники остановили женщину, она успела перевести мошенникам почти 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении данной гражданки по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Преступление относится к категории средней тяжести, и наказание по данному преступлению предусмотрено максимально до 5 лет лишения свободы. Благо, что часть сбережения Архангелогородки удалось сохранить. Спасителям благодарности от регионального ОМВД, а всем северянам напоминания. Банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам сообщениями о проблемах со счетом. Так действуют только мошенники. И понятия безопасный или резервный счет не существует. Секунды рекламы далее, а после узнаем, кто развивал высокие скорости в Вельске и даже не попал на штраф. Наоборот, получил приз. Дождитесь. Магазин «Мир ткани» – это большой ассортимент товаров для рукодельниц. Мы приглашаем вас на летнюю распродажу. 20% скидка на ткани, шторы и тюли. Приходите в «Мир ткани» на Воскресенской 102. Говорит и показывает Архангельск. Сегодня Архангельская телебашня отмечает 20 лет со дня начала строительства. Значение станции неоспоримо. Она обеспечивает телерадио с трансляцией для более чем 60% жителей области. С историей именинницы познакомилась Кристина Грещенко. Начали строить башню-усокогорку. Так раньше называли Архангельскую телебашню. В 2002 году взамен 160-метровой, которая не могла обеспечить стабильную и полноценную передачу сигналов и в пределах области, и в Архангельске. 108 метров – такова высота новой телевышки. Подарили не только возможность беспрепятственного сигнала, но и стали новым вектором развития связи. То, что мы называем «детище», это «другая башня», она пришлась очень к месту. То есть сама идея ее строительства была своевременной. И теперь это позволило нам, во-первых, при переходе на цифровое вещание, работать на объекте незагруженном. Вы представляете, делать реконструкцию в помещении или на сооружениях, которые заняты в действующем производстве. Или же на новом, так сказать, чистого листа создавать. Развитие связи в регионе должно выйти на новый уровень. И тому будет способствовать договор о сотрудничестве в сфере развития телекоммуникации, который сегодня подписали между правительством Архангельской области и российской телевизионной и радиовещательной сетью. Развитие сетей радиосвязи, что является для РТС также одним из основных видов деятельности, который был немножко, так сказать, в тени в последнее время. Сейчас мы его будем выводить также на такой приоритетное направление, переводить в статус приоритетного направления. И Архангельская область в данном случае нами рассматривается одной из первых областей, где мы считаем, что это будет весьма полезно для всех нас. Соглашение позволит расширить вещание, а также улучшить качество связи и доступа к высокоскоростному интернету в отдаленных районах. Сейчас более 70 объектов уже существующих есть. И вот с коллегами обсуждаем, что у них планируются еще дополнительные строки. Поэтому сейчас такая скрупулезная работа по выверению планов, по выверению возможностей. И тут немоважно надо понять, что есть федеральные планы, есть региональные планы РТПЦ. Поэтому будем сейчас совмещать. Сейчас телерадиопередающий комплекс транслирует 20 цифровых телеканалов с региональными врезками. И все благодаря профессионалам своего дела. Я немножко знаю о том, как создавался этот проект, начало его реализации. И как и многое, что происходило 20 лет назад, да и сейчас во многом это также происходит, такие значимые объекты реализуются исключительно на энтузиазме и воле его участников. В зоне вещания проживает более 620 тысяч человек. Это более чем 60% всех жителей области. И эта цифра будет еще расти. Кристина Греченко, Александр Кузнецов, Регион 29. В Вельске прошли соревнования по мотокроссу на призы правительства Архангельской области. Турнир возобновился после двухлетнего перерыва и состоялся уже 18-й раз. Алексей Макеев с подробностями зрелищного состязания. Ям выбито очень много. Трамплины все-таки серьезные сделаны. Не все гонщики как бы прыгают. Тяжело. Тяжело и технике, и людям. Но мотокросс поистине – одно из самых зрелищных спортивных мероприятий. Это рев моторов, драйв, волнение болельщиков и бурные эмоции. Я на трамплинах вот таких кочках прыгал. И ездил вот так вот вниз и наверх два раза. Спортсменов ждала прекрасно подготовленная трасса, а гонки могли посмотреть все желающие. Ведь мотозона расположена в черте города. Трасса очень хорошо подготовлена, пролита все. Интересно, призы получили до начала гонки. Для таких соревнований важна погода. Дождь плохо, жара и пыль еще хуже. Мы смогли трассу залить. У нас даже во время гонки сейчас работает поливальная машина, которая поливает. И несмотря на это мы поддерживаем трассу в непыльном состоянии. Всего 9 заездов в кроссе, на время и один в эндуро. Это 4 круга со стадионом. Таким образом соревнования проходили в двух категориях. Класс хобби – это начинающие, которые не могут проехать стадион. Мы его называем еще по-другому парк. И есть класс эндуро, которые едут со стадионом. И у них два абсолютно разных зачета. Спортсмены из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Московской областей и Санкт-Петербурга. Из-за ограничений перерыв в гонках составил два года. Для атлетов – спортивная вечность. Более 80 заявившихся участников. Это говорит о том, что люди соскучились, хотят участвовать и будут приезжать. Ну а такая большая география участников говорит о том, что наш турнир уже выходит, в принципе, на всероссийский уровень. Отметим открытые соревнования по мотокроссу на призы правительства Архангельской области в Вельске прошли в 18-й раз. Алексей Макеев, Андрей Миронов, регион 29. Таким выдался этот день. Желаю, чтобы завтрашний был еще лучше. О его главных новостях расскажем вместе с коллегами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин